Илон Маск объявил о запуске гигафабрики в Германии уже в ноябре, а также анонсировал выпуск пива от Тесла. Оценка SpaceX превысила 100 миллиардов долларов после вторичной продажи акций. В израильской пустыне начался эксперимент, имитирующий проживание на Марсе. Состоялся первый полет прототипа аэротакси с крыльчатым двигателем. Эти темы мы обсудим сегодня в нашем выпуске. Подписывайтесь на канал, досматривайте это видео до конца. Ну а мы начинаем. 9 октября Тесла провела день открытых дверей на гигафабрике под Берлином. В числе гостей были не только журналисты и партнеры, но и множество местных жителей. Мероприятие должно помочь компании преодолеть сопротивление экологических активистов и ускорить получение разрешения на запуск предприятия. В своем выступлении Илон Маск выразил надежду, что производство Тесла Model Y начнется на фабрике уже в ноябре. На проектную мощность предприятие будет выходить около двух лет дольше, чем шло ее строительство. Задача первого этапа – достичь еженедельного производства 5000 электромобилей. Это должно произойти в течение 2022 года. Выйти на расчетный выпуск 10 тысяч машин в неделю, 40 тысяч в месяц и 500 тысяч в год фабрика Тесла в Германии сможет только в 2023 году. Правда, только в том случае, если к этому времени удастся достроить и начать производство аккумуляторов на специализированном заводе рядом с гигафабрикой. Тесла инвестирует в его строительство 5 миллиардов долларов. Также в день открытых дверей на берлинской гигафабрике Илон Маск анонсировал выпуск пива от Тесла. Брендовый продукт под названием Гигабир будет выпускаться в бутылке, дизайн которой вдохновлен очертаниями пикапа Cybertruck. В ходе презентации были представлены изображения с бутылками пива Гигабир. Мы собираемся построить вокзал прямо на территории предприятия. Мы сделаем граффити по всей фабрике и снаружи. Мы даже собираемся выпить пиво, указал Маск, а позади него появилось изображение бутылки Тесла Гигабир. Далеко не отходя, сразу же поговорим про SpaceX. Компания периодически привлекает новые средства. В апреле она привлекла дополнительные 314 миллионов долларов. Вдобавок к 850 миллионам долларов в рамках последнего раунда, увеличившего ее оценку до 74 миллиардов долларов. И вот на днях после вторичной продажи существующих акций, на сумму до 755 миллионов долларов по цене 560 долларов за штуку, оценка SpaceX достигла 100 миллиардов 300 миллионов долларов. Сейчас SpaceX вторая по величине оценки частная компания в мире. Космическое предприятие Илона Маска уступает только китайской ByteDance с оценкой 140 миллиардов долларов, но опережает финтех-компанию Stripe, оценка которой 95 миллиардов долларов. Если смотреть в сторону конкурентов из публичных компаний, то, к примеру, рыночная капитализация Boeing составляет около 133 миллиардов долларов. Как вы знаете, в сентябре компания успешно провела миссию Inspiration 4, в рамках которой компания впервые отправила на орбиту Crew Dragons полностью гражданским экипажем. Кроме больших планов по покорению рынка космического туризма, в приоритете SpaceX по-прежнему глобальный спутниковый интернет Starlink, которым уже пользуется больше 100 тысяч пользователей в 14 странах. SpaceX остается одной из самых высокооцененных частных компаний в мире. И благодаря стабильному наращиванию капитала, акции SpaceX считаются одними из самых востребованных среди любых компаний, которые готовятся к IPO. Но купить акции SpaceX на бирже получится еще не скоро. IPO состоится не раньше, чем межпланетный корабль SpaceX Starship начнет регулярно возить людей на Марс и обратно на Землю. С другой стороны, по оценке Илона Маска, первая высадка человека на Красную планету может произойти уже в ближайшие 6 лет. Кстати говоря о Марсе. В израильской пустыне начался эксперимент, имитирующий проживание на Красной планете. В кратере Рамон на юге Израиля проходит необычный эксперимент. Пять мужчин и одна женщина в течение трех недель будут находиться на базе, позволяющие имитировать проживание в марсианском жилом модуле. В эксперименте участвуют специалисты из Австрии, Германии, Нидерландов, Израиля, Испании и Португалии. Он организован израильским космическим агентством при участии Европейского космического агентства, а также Австрийского космического форума и местной группы ДЭР. В ходе эксперимента участники намерены провести десятки опытов по заказу многих стран. В модуле МИДИ-20 участники будут спать, есть, проводить эксперименты и проверять друг друга на психологическую устойчивость. За пределами модуля люди будут носить имитационные скафандры весом 50 килограммов, оснащенные камерами, микрофонами и автономными системами обеспечения дыхания. Ученые считают, что все ошибки, учтенные на поверхности Земли, помогут не повторяться на Марсе. Эксперимент в кратере проводится уже второй раз. До этого в 2018 году здесь работали 4 мужчины и 2 женщины. Многочисленные успехи последнего времени, связанные с международными марсианскими проектами, только подогревают интерес к наземным экспериментам. Миссию в модуле МИДИ-20 планировали начать еще в 2020 году. Но свои коррективы внес COVID-19. Ожидается, что до настоящего полета людей на Марс осталось не менее 10 лет. Но ученые уже сейчас готовятся к некоторым этапам освоения Красной планеты. По данным организаторов проекта, жилой модуль площадью 120 квадратных метров является самым современным и сложным аналогом марсианской исследовательской станции в мире. Участники эксперимента постоянно находятся под прицелом камер. Их состояние контролируется с помощью биометрических сенсоров, отслеживаются движения и самые популярные точки сбора для учета всех будущих нюансов, которые связаны с человеческим фактором. По некоторым данным, даже связь с землей для большей достоверности осуществляется с 10-минутной задержкой. За пределами модуля другие инженеры и специалисты уже работают над тестированием дрона и марсианского ровера. Отрабатывается и совершенствуется навигация в мире, где GPS и другие системы позиционирования отсутствуют. Инженеры из австрийской компании CycleTech, разработавшие EVTOL с необычным двигателем, провели первые летные испытания опытного образца. Главная его особенность в движителе Фойта Шнайдера, который обеспечивает аэротакси повышенную маневренность. Вместо роторов система CycleGearo использует так называемый крыльчатый движитель, изобретенный в 1926 году австрийцем Эрнестом Шнайдером для речных судов. Такая конструкция обеспечивает водному транспорту высокую подвижность и управляемость. В случае воздушного аппарата принцип примерно тот же. При вращении цилиндров из углепластика пять карбоновых лопастей меняет угол наклона, подстраиваясь под изменение ветра. Программа управления полетом может быстро менять вектор тяги каждого цилиндра, не ускоряя или замедляя его вращение. Скорость вращения 3100 оборотов в минуту. Максимальная тяга 247 ньютонов. Вдобавок, в отличие от пропеллеров, CycleGearo может направлять тягу строго вниз, вперед, назад или под любым углом. Она отлично подходит для полетов в вертикальном направлении или вверх тормашками. Компания опубликовала видео первого полета 83-килограммового прототипа с четырьмя цилиндрами. Опытный образец со страховочным тросом поднялся в воздух, немного полетал вправо и влево, а затем опустился обратно. Полет получился стабильным, что неудивительно, ведь испытания проходили в помещении. В будущем CycleTech нацелена на выпуск пятиместного аэротакси, которое сможет покрывать не менее 80 километров на одном заряде аккумулятора, и на протяжении 40 минут развивать скорость 150 километров в час. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. По ссылкам в описании вы найдете все наши полезные ресурсы. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был как всегда Андрей. Всем отличного настроения, друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok